МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За волейбольный клуб нашей области Амичка в этом сезоне выступает одна из лучших связующих Европы Баяна Живкович. Послужной список 24-летней сербской волейболистки впечатляют. Чемпионка Швейцарии 2012 года. Обладательница Кубка и Суперкубка Швейцарии 2012 года. Чемпионка Сербии 2009, 2010, 2011 годов. Чемпионка Сербии и Черногории 2006. Чемпионка Евролиги 2009 и 2010. При этом в 2009 она признавалась лучшей блокирующей, а в 2010 году лучшей связующей Кубка ЕКВ. В Омске Баяна с первых же матчей начала подтверждать свой высокий класс, прочно застолбив за собой номинацию лучшей подающей в чемпионате России. Сегодня звездный новобранец Амичке гость спортивного региона. Здравствуйте, Баяна. Здравствуйте. Баяна, в какой момент ты поняла, что волейбол для тебя нечто большее, чем просто увлечение, просто хобби? Когда пришло понимание, что это действительно главное дело твоей жизни, твоя будущая профессия? Я впервые пришла на тренировку в волейбольную секцию в 9-летнем возрасте. Собственно, с тех пор я и не прожила ни дня без волейбола. Не могу сказать, когда точно ко мне пришло понимание того, что это и есть главное в моей жизни. Во всяком случае, это произошло со временем, постепенно, а не вдруг, в конкретный день и месяц. Принято считать, что профессиональные спортсмены – люди действительно железные, очень волевые, очень сильные. Внешне ты производишь впечатление очень хрупкой, очень женственной девушки. В данном случае внешность обманчива? Это же здорово, что внешне я выгляжу как мужчина, но внутри я действительно сильная и волевая. Я люблю борьбу, мне нравится принимать новые вызовы. Наверное, поэтому я и нашла себя в спорте. Жизнь профессионального спортсмена – это жесткий режим и, соответственно, во многом самоограничение. Многим ли тебе пришлось пожертвовать, я не знаю, какими-нибудь там дискотеками, ночными клубами, чем-то еще? Ну, конечно, у меня не было такой же свободы, как, скажем, у большинства моих ровесниц, но я считаю это вполне нормальным, даже правильным. Ведь в жизни вообще невозможно ничего добиться без самодисциплины. А в спорте это еще заметнее. Поэтому я не могла, к примеру, в ночь напролет танцевать на дискотеке или встречаться с друзьями, но я вовсе не отношусь к этим разумным ограничениям, как к какой-то жертве. В конце концов, спорт дал мне гораздо больше. Новые знакомства, новых друзей, новые города и страны, которые в другом случае я вряд ли бы когда-нибудь посетила. Как давно ты знакома с Зораном Терзичем и какую роль в твоей волейбольной жизни сыграл этот тренер? Зорана я знаю уже пять лет, но до Омска никогда не было возможности поработать с ним достаточно долгое время. Ведь мы встречались только в национальной команде Сербии на короткое время сборов или международных турниров. И вот теперь здесь, в Амичке, у меня есть возможность поработать с ним на клубном уровне, то есть гораздо основательнее. И это по-настоящему здорово. Мне просто повезло поработать с таким тренером и человеком. Верю, что благодаря ему смогу более полно раскрыть свой волейбольный потенциал, выйти на качественно новый игровой уровень. Расскажи, пожалуйста, о швейцарском периоде твоей карьеры. Вообще, как сложно было девушке из Сербии почувствовать себя комфортно, почувствовать себя своей в чужой стране, в чужой культуре, в чужом менталитете? Самое удивительное, что, живя в Цюрихе, я даже не чувствовала себя за границей. Дело в том, что в Валеро была целая сербская диаспора. И игроки, и тренеры. Никаких языковых барьеров, никаких проблем с общением. Я провела в Швейцарии отличный год. И у меня остались об этом времени только самые лучшие воспоминания. Давай поговорим об Олимпиаде. Сборная Сербии в Лондоне, прямо скажем, выступила неудачно, уступив во всех играх. Сейчас, по прошествии трех месяцев, какой тебе вспоминается вот эта лондонская Олимпиада? Мне очень жаль, что мы выступили в Лондоне столь бесславно, уступив во всех встречах. Видимо, в решающий момент мы оказались просто не готовы, физически или морально. Тут все сошлось. И не до конца залеченные травмы, и отсутствие на должном уровне командного взаимопонимания. Как следствие, на Олимпийском паркете у нас не получилось абсолютно ничего. Но даже несмотря на это, я все равно рада уже самому факту, что участвовал на столь грандиозном событии, как Олимпиада. К тому, что мне вообще выпал такой шанс. Надеюсь, не последний. Очень приятно чувствовать себя частью национальной команды. И я буду стараться, чтобы вновь испытать подобные переживания. Только через 4 года, надеюсь, все для нас сложится гораздо удачнее. Баяна, жизнь профессиональной спортсменки такова, что для нее и приготовят, за ней и постирают. Тебе редко, наверное, приходится самой за собой ухаживать. А вот ты вообще чувствуешь в будущем себя хозяйкой? Хозяйкой дома готова ли ты к этому? Или у тебя нету таких навыков? Умеешь ли ты, например, готовить? Прямо скажем, не очень. То есть я, конечно, с голода не умру, смогу что-нибудь приготовить. Например, пожарить яичницу или сварить макароны. Но не ждите от меня в кулинарных изысках. Думаю, когда у меня будет семья, и я стану вести домашнее хозяйство, то всему научусь. С кем в Омске ты общаешься в нерабочее время? И как ты проводишь те редкие часы досуга, которые у тебя все-таки бывают? Прелесть омички в том, что это в целом очень сплоченная команда. Здесь нет такого, чтобы кто-то дружил с двумя, тремя другими игроками, а с остальными бы не общался. Тут все дружат со всеми, и это по-настоящему здорово. Большое спасибо девчонкам, что они меня приняли, всегда готовы помочь, везде зовут с собой. Я ни секунды не чувствую себя в Омске одинокой. Можем сходить с девчонками в кино, в кафе, пройтись по магазинам, да просто погулять. Хотя свободного времени совсем немного. Если к тебе из Сербии завтра приедут в гости друзья, сможешь ли ты им устроить экскурсию по Омску или сама заблудишься? Я вообще считаю Омск очень красивым городом. Меня поразили здешние церкви, парк в центре. Мне нравится район около Главпочтанта, где я живу. Конечно, не могу сказать, что знаю весь Омск, он слишком большой, чтобы изучить его за пару месяцев. Но в центральной его части я точно не заблужусь и вполне могу показать своим гостям его достопримечательности. Свожу их в торговый центр и обязательно в ресторан. Большое спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok